Поправки внесены, однако основные принципы остались неизменными. Депутаты утвердили бюджет Перми на ближайшие три года. Возможность сотрудничества с крупным предприятием представители малого и среднего бизнеса при Каме обсудили взаимодействие с Лукойлом. Меньше года, чтобы привести уличные вывески к стандартным требованиям Управления архитектуры города, проводит сегодня целевое информирование. Печерний блок новостей НРБК Пермь, в студии Станислав Загаинов. Здравствуйте. Депутаты Пермской городской думы сегодня на пленарном заседании утвердили во втором окончательном чтении бюджет города на ближайшие три года. В проект бюджета было внесено на рассмотрение около 200 поправок, однако основные принципы остались неизменными. Главный финансовый документ города сформирован на основе 25 муниципальных программ. Бюджет остается бездефицитным и социально ориентированным. Объем доходов составит в следующем году почти 25 миллиардов рублей, в 2019 более 25,5, ну и в 2020 превысит 26 миллиардов. Расходы заложены в таком же размере. В общем объеме бюджета 63% из них приходится именно на социальную сферу, увеличенные затраты инвестиционного характера на 800 миллионов рублей до 3 миллиардов 770 миллионов. Особенностью этого бюджета является то, что вот многим может быть показалось, что он такой ненапряженный, но смею вас заверить, он вырос практически на 2 миллиарда рублей. А это говорит о том, что собственно говоря у нас появились дополнительные источники, не все сразу скажем, да, но они появились. И фактически на сегодняшний день второй особенность является достаточно серьезная инвестиционная часть этого бюджета, это порядка 4 миллиардов рублей. Основные направления инвестиционной составляющей бюджета, ремонт и реконструкция уличнодорожной сети, расселение аварийного жилья и инвестиции в сферу образования. Кроме того, как ранее сообщал РБК Пермь, в бюджете заложено финансирование первого этапа подготовки к 300-летию Перми. Так появится три инвестиционных проекта, привязанных к юбилею города. Продолжение следует... Процедура вхождения компании реализовывается через программу научно-технического сотрудничества. Эксперты оценивают оборудование, в случае необходимости дают рекомендации по доработке. Но если все соответствует заявленным характеристикам, организация участвует в тендере. Хотелось бы понять, вот вы сказали... Канатная штанга. Это вещь, которую мы разработали совместно с университетом Губкина и внедрили. Сегодня это позволило нам экономически эффективно скважины осваивать. То есть мы доработали и сейчас внедрили. И сегодня наш ЛКМ, тот же нефтемаш, он производит эту канатную штангу. То есть оно является уже продукцией российского масштаба. Требования к подрядчикам и поставщикам, по словам Игоря Мазеина, не меняются. Главное, абсолютно чистая репутация. Особое предпочтение ЛКМ отдает прикамским компаниям. Краевой бизнес обладает всеми ресурсами для удовлетворения потребностей нефтяников, утверждает главный инженер. Мы добавим, что эта встреча четвертая и последняя. В 2017 году ранее предприниматели имели возможность напрямую обратиться к топ-менеджменту «Уралкалия», «Еврахима» и «Газпрома». Организаторами мероприятий выступили Минпромтор «Края» и региональный центр инжиниринга. Официальный курс доллара снизился на 8, копеек евро вырос на 8 пунктов. Рублю удается немного прибавлять по отношению к доллару за счет все еще высоких процентных ставок и ослабления американской валюты, отмечают финансовые аналитики портала «Банки.ру». Укрепление рубля идет довольно медленно, но все же эта тенденция остается в силе. По словам экспертов, до конца года еще есть немного времени, в ходе которого можно стать свидетелями ралли сырьевых площадок ближе к области годовых максимумов. Но решительный настрой нефти способен также вернуть пару доллар-рубль к важной области вблизи отметки 57, взятие которой по итогам года обещает стать предвестником сильного начала 2018-го, полагают аналитики. При этом к смещению монетарной политики покупка валюты Минфином и напряженной взаимоотношений России и Запада оставляет доллар дороже 58 рублей. Последний фактор остается наиболее сильным в преддверии президентских выборов. У предпринимателей города Перми осталось меньше года, чтобы привести уличные вывески к стандартным требованиям. Знакомиться с ними можно в постановлении городской администрации 25 октября 2016 года. К примеру, в текстовой части вывески должно быть указано только название компании и род ее деятельности, а в графической логотип. При этом возможно дублирование одного из элементов. Размещать конструкции допускается ниже уровня основания окон второго этажа. Также вывески должны располагаться в месте фактического нахождения организации. Все изменения должны быть отражены в колерном паспорте фасада здания. На сегодняшний момент администрации города разрабатывается именно порядок по контролю за соблюдением правил по благоустройству содержания города Перми. В этом порядке будет предусмотрен демонтаж. Сейчас администрация города именно проводит такую кампанию, когда собственникам и владельцам вывеска дают предписание, чтобы они знали, что их вывеска не соответствует стандартным требованиям. Я не думаю, что город сейчас именно хочет, чтобы всем были наложены штрафы. Согласно постановлениям администрации, вывески должны быть размещены по новым правилам до 22 октября следующего года. Это все новости к этому часу. Спасибо, что убираете РБК и до встречи. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. РБК Пермь. Продолжение следует. РБК Пермь. Продолжение следует.